Так складывается, что один из заместителей председателя УНК на суде, второй как бы на телефоне, не знаю, должен подойти сюда. Пока, наверное, мы решили, чтобы начнем мы, именно нашу заявленную пресс-конференцию по вопросам УНК и Совета УНК в присутствии члена общественной палаты Рубина Вячеслава Михайловича, так что дважды созыв был членом нападательной комиссии, зам. председателя, а вот курировал и частный член Совета при УВД, и тогда он курировал Главное управление УВД, как бы у нас сложились такие конструктивные рабочие такие моменты, он расскажет немножко. Зам. председателя Президиума Совета УНК Сейдалиев Геннадий Софьянов, который много лет занимается вопросами правозащитными, в рамках деятельности Совета Общественной наблюдательной комиссии. Неоднократно посещал учреждения в рамках общих проверок членами УНК, как вот и четвертого созыва, так и третьего созыва, так и второго созыва. Я правильно подпоминал? Я правильно. А вот, также у нас сейчас будет руководитель пресс-службы, в связи с событиями, которые произошли, мы на собрании здесь УНК поддержали, Совета УНК, и вот здесь он в подпуске, председателем руководителем пресс-службы. Он является заместителем, как бы, заместителем председателя Президиума Совета УНК, по вот, именно этим вопросам, по вопросам прессы и взаимодействия с прессой. Вот, как бы, вот так вот. Если вы не против, мы, наверное, немножко начнем. И всем, собственно, это не очень приятно. Вы знаете, в 2008 году, 10.06 года, 2008 года, 10.06 года, был принят закон и утвержден президентом закон об общественном контроле в закрытых учреждениях Российской Федерации. Закон этот дает полномочия и право общественникам, правозащитникам, людям, которые, как бы, занимаются этой деятельностью, чтобы они могли от общественных объединений, от общественных организаций, согласно закону, выдвигать тех людей, которые могли бы участвовать вот именно в процессе общественного контроля в закрытых учреждениях. То есть, куда подпадает уголовная исполнительная система, раз, второе, МВД, уголовная исполнительная система попадает под проверку общественного контроля. Это тюрьма, это колонии, воспитательные колонии и учреждения. Плюс МВД, это дежурные части, изоляторы временного содержания. Департамент образования попадает в спецшколы. Наш регион, это спецшколы, есть Анинская спецшкола. Сейчас добавили еще к этому психиатрическую. Также еще это программ войска ФСБ, ФСБ, программ войска, это Гауптвахта. И Министерство обороны Гауптвахта. Ну, таковые есть на территории Воронежской области. Это Гауптвахта на переводах Вишневой, вы знаете, в военном городке, которое было в свое время закрыто по решению ОНК и предоставлению материалов. И сейчас она в таком прекрасном отремонтированном состоянии. Она действует, и там, естественно, условия все соответствуют тем европейским нормам, которые должны быть. Гауптвахта ФСБ находится в Кантемировке. Вот, мы были там, с Вишланом Михайловичем посещали. Вот, там вопрос стоит, она, как бы, должны ввести в ближайшее время. Вот, это вот такое вот у нас, как бы, те госучреждения или ведомства, которые подлежат проверке именно членами общественной наблюдательной комиссии. Закон принятый, единственный закон России принятый этот, и он дает возможность общественности участвовать в этих процессах. Но, возникает очень много таких вот вопросов. Первое, незнание закона. Второе, непонимание, что уколосит закон и для чего он принят. В связи с последними вот этими событиями, 10 лет, которые прошли, и последние все показывают, что в наблюдательную комиссию стали входить люди, которые, там, бывшие сотрудники. Вместо того, чтобы, как бы, помогать системе, помогать системе измениться и подсказать руководству, учреждения, где-то начальнику, УФСИНа, вместо этого есть такие укрывательства, есть такие вещи, которые пытаются, там, сгладить, свести это к нулю. Но УНК не для этого создавалось, чтобы прикрывать те негативные вещи, а они, к сожалению, есть. Мы это все понимаем и знаем. А для того, чтобы оказывать содействие и помощь системе, то ли это МВД, то ли это УФСИН, то ли это другая какая-то структура из тех перечисленных, о которых я говорил. Закон принятый. Он начал действовать, плохой или хороший, но он дает возможность беспрепятственно, любое время дня и ночи, членам наблюдательной комиссии, не менее двух человек, с уведомлением, может это быть за сутки, может плановое решение, это быть посещение, может быть внеплановое. Внеплановое посещение, оно связано с теми, какими-то острыми проблемами, обращениями и тому подобное. Когда члены УНК, не нарушая, есть внутренний распорядок, не нарушая, они посещают и за минуту, за пять минут могут уведомлять посещение. И, естественно, системы, куда они ведут с проверкой, должны беспрепятственно пропускать их именно на территорию. То есть, какие-то пять, семь минут, ни час, ни два, никаких там задержек не должно быть. И поэтому, как бы, закон позволяет это делать. Есть объяснения и для внутреннего пользования, как в одной системе, в другой, в третьей. То есть, есть у них определенные, согласно этого закона, 76-го закона, пояснения, как должны вести себя сотрудники при посещении. Как должны они участвовать, или же кто-то должен выезжать. Ну, в системе ОПСИН есть один представитель, который является помощником, начальником управления, вот, именно по теме защиты прав осужденных. И, естественно, как бы, контактное лицо есть. Для УНК это проще. Какие-то вот вопросы решить, согласовать или скоординировать, там, и так далее. В системе МВД как-то у нас попадают два ведомства, они разные. Одно ведомство – это изоляторы временного содержания, это есть там конвоирование, и так далее, они занимаются. Второе – есть дежурные части. То есть, два разных ведомства. И мы тоже здесь, как бы, выходили с предложениями, чтобы как-то это все это, ну, назначили кого-то одного. Для взаимодействия для этого всего это. Вот. Ваше прощение. Это вот то, что касается посещения, то, что касается, вот, именно, исполнения этого закона. Я три созыва подряд был, являлся членом наблюдательной комиссии и руководил региональной, вот именно, общественной наблюдательной комиссией. За это время, за это время я прошел два года европейское обучение с участием российского по подготовке тренеров-экспертов, тренеров для подготовки членов УНК, кандидатов членов УНК. Вот. Имея сертификат, соответствующий, выданный Палатой Российской Федерации и с описью члена Европейского Совета по правам человека Шелдон. Селдон, кажется, правильно. Сергей Владимирович, помните, наверное, его, да? Мы были с вами один раз на таком заседании. Вот. И за это время... За это время мне пришлось посетить очень много, не только мне, вот, здесь вот, Вячеслав Михайлович, мне не пришли, еще члены УНК посещали обучающие семинары, тренинги, практические занятия, как исполнять этот 76-й федеральный закон. И поэтому три созыва, три созыва, они очень хорошо, благотворно работали. Вот. Четвертый созыв был создан только один человек туда, из 24 человек, только один попал из предыдущего созыва. Один. Это Малахова Наталья Викторовна. Все остальные люди пришли туда новые. Есть те, которые были членами Совета УНК, которые имели хоть представление. Представление имели, что такое УНК, что такое Совет УНК, и что должны делать. Остальные, остальные люди попали туда разными путями. Есть там кто-то через Уполномоченного по правам, как они сказали, нас Уполномоченная выдвигала. Хотя в законе прописано... Извините. А? Потом зададите. Слева Владимирович, я отвечу вам. Вот. Хотя в законе прописано, когда занимается формированием члена УНК, важную роль играет общественная палата. Вот. Потому что слово общественная, общественная, это подразумевается все-таки больше и ближе к общественной палате. Поэтому в законе прописано. Дальше общественная палата даже дает рекомендации. Ну, они могут приниматься палатой, могут не приниматься. Ну, тем не менее, как бы, мы их, когда выдвигали членов наблюдательной комиссии, вот, представляли списки, представляли те организации, которые имеют право выдвигать членами УНК. У нас, к сожалению, мы нарушили, мы нарушили некоторые моменты, потому что тех членов УНК, кого мы выдвигали, подбирали, кого-то кто-то рекомендовал, мы их направили от тех организаций, которые имели право. И там, естественно, в анкетах они написали, что они являются сотрудниками тех организаций. Это, конечно, это неправильно. Поэтому сейчас по этому вопросу будут очень пересматриваться. Я думаю, прокуратура посмотрит, и, наверное, она эти вещи сама отметит, потому что должны быть члены тех организаций, которыми они являются, или они сотрудничают, или они взаимодействуют. Поэтому вопрос вот так вот стал, что мы столкнулись с тем, что люди, непонимание, естественно, оно натолкнуло на разные такие брожения внутри комиссии. И многие не понимают, точнее, не то, что многие, некоторые, я скажу вот так вот, некоторые не понимают, что такое УНК, что такое Совет УНК. Не понимают. Но я хочу пояснить. УНК я сказал, для чего оно создано, и по какому закону, 76-й федеральный, да? В 2009 году по указанию президента была создана общероссийская общественная организация, Совет Общественных Наблюдательных Комиссий. Цель ее создания. Цель ее создания прописана в уставе. Как быть экспертами, так и участниками по всем направлениям, которые делает и помощь УНК. Ну, в том числе и системе, в СИН, там, или другой системе, в том числе и тем организациям, которые занимаются ресоциализацией, адаптации освободивших в мест лишения свободы. Там четко все прописано. Вот. Почему ее создавали? В связи с тем, что одна организация правозащитная имеет право выдвигать только двух человек. И это, как бы, она может сегодня выдвинуть, но когда общественные объединения, организации, которые имеют это право, читают закон, что они обязаны, и этих граждан, кого они выдвигали, они обязаны их поддерживать материально, финансами и тому подобное, для того, чтобы они исполняли свою деятельность. И мы столкнулись, сразу уже прям столкнулись, что руководители этих организаций говорят, нет, мы этого делать не будем. Вот. По одной простой причине, говорит, для нас эта тема, она, как бы, поскольку-поскольку, у нас основная тема, допустим, там, защита котят, извините, так это упривая, вот, или там еще какие-то там мероприятия, которые они проводят, на которые у них, естественно, есть определенная поддержка, грантовая, или там другая какая-то, там, или там пожертвования, или там все. Вот. Поэтому было в Палате России в 2009 году, было заслушаны вот эти вот моменты, с которыми столкнулись члены наблюдательной комиссии, было принято решение Палатой учредить, именно и создать председателями региональных отделей, это региональных ОНК, создание именно Совета общественных наблюдательных комиссий. Вот. Цель этой организации, как я уже сказал, не только помогать, содействовать, но также аккумулировать финансы, содержание офиса, поездки, ну и так далее, и так далее. Оказывать помощь системе, которые подлежат проверке, там, участвовать в семинарах, обучениях, тренингах и так далее. Именно эта организация, вот, Совет наблюдательной комиссии, которую я возглавляю в региональное отделение, я являюсь еще и помощником председателя комиссии по безопасности и взаимодействия с общественными наблюдательными комиссиями Палата Российской Федерации, Канабик Мария Валерьевна, которая возглавляет ее. Поэтому вот именно две эти структуры, они, нельзя их разорвать, нельзя их как-то разделить, в плане того, что они, как бы, в рамках закона, они, как бы, более обладействуют. Да, ну, как бы, вот так вот, так само можно сказать, потому что по-другому нельзя. Когда люди приходят в Совет УНК, вот, они первые, что не знают, знают там устав, начинают читать, начинают участвовать, начинают понимать, что это вообще за закон и как его надо исполнять, как нужно взаимодействовать, как нужно, вот, так, чтобы эти вопросы, они решались именно объективно, конструктивно, в рамках, вот, именно, закона на территории тех ведомств, учреждений, куда они посещают. Именно их берут с собой, там, разные, как экспертов, как специалистов каких-то, да, они могут приглашать их УНК для того, чтобы они могли дать какую-то информацию. Они не проверяют, но они дают заключение по каким-то вопросам, то ли это медицина, то ли это финансовые, то ли это еще какие-то другие, связанные, вот, потому что члены УНК, как бы, люди разные, и не все являются специалистами, хотя у нас есть там медик, там есть и как-то там есть экономисты, но бывают моменты, когда нужно приглашать именно членов Совета УНК. Члены УНК также имеют право участвовать в внутренних таких комиссиях, которые проводят учреждения. Не имеют права, обязаны. Обязаны даже правильно, вот видите, поправляют. Обязаны участвовать в комиссиях, когда проходит по смене режима, там, или о переводе какие-то условия, там, и так далее. Вот, но скажу прямо, ну, я же говорю, смена режима, то есть был такой, меняется. Есть. У нас как-то это было налажено, три созыва, и регулярно посещали, я знаю, что Сергей прекрасно знает, и освещал это все с Ульсина. Но в связи с последней ротацией, как бы, возникли очень такие проблематичные вопросы. Вопросы, они связаны, я скажу, не столько, как бы, там, человеческое понятно, но столько, сколько с незнанием. Незнанием вообще самой, самой, это, концепции, вот этой, или государственной программы в области защиты прав человека. Люди не понимают. И когда член УНК мне заявляет, я не буду защищать зэков, я буду защищать сотрудников, я говорю, я вас понимаю. Но вы идите, пожалуйста, в ту структуру, которая создана, есть там общественный совет, есть там еще что-то, защищайте сотрудников, вопросов нет. Но этот закон прописывает защищать права тех людей, которые находятся в закрытых местах лишения свободы. То есть принудительно. Поэтому, мне тоже очень много так это возникло, таких вот, думал, пытался я разговаривать, как бы, объяснять. Вот, по весне мы проводили семинар, обучающий семинар. Один из членов УНК берет, записывает на диктофон и передает это сотрудникам УКСИНа. Ну, для чего это делается? Ну, есть кодекс этики. Есть кодекс этики, который четко гласит, все, что происходит в наблюдательной комиссии, они коллегиально должны собираться и решать этот вопрос. Это кодекс этики, так гласит. Никакие сплетни, никакие предвзятые отношения, никакие нельзя личностные отношения трогать, никакие ничего нельзя. Кодекс этики четко прописан и утвержден законом. Но, к сожалению, не соблюдается это. Люди даже не знают этого кодекса закона, кодекса этики. Порядок очень прост в наблюдательной комиссии. И он уже за 10 лет выработан, и он работает. Есть проблема УНК, она решается внутри. Если нет, сейчас, если нет возможности ее решить внутри, приглашаются члены общественной палаты. Они становятся третейскими судьями, и они садятся и разговаривают. Если этого не происходит, они обращаются в общественную палату Российской Федерации неоднократно. И я выезжал с Марией Валерьевной, и с другими членами палаты выезжали в регионы, где именно возникали эти проблемы. И находили, находили правильное решение, потому что нет того, что там кто-то плохой, кто-то хороший. Просто от незнаний, непонимания туда, куда эти люди попадают. И это, естественно, когда вот так правильно исполнялось, никаких вопросов не возникало. И люди были довольны, и никто не оставался врагом. Дальше. Если это не соблюдается, у нас есть регион, Воронежский регион. Мы всегда, и как прошлый губернатор в Воронежской области, и сейчас губернатор, нет вопросов, которые нельзя решить в рамках региона. Извините, Радькова. Можно с примерами какими, конкретными? Потому что у нас, я так понимаю, не совсем информационно пропагандистское направление. Нет, Сергей Владимирович, я то, что делаю, извините, пожалуйста, я не буду называть. Можно? Все, что касалось, я просто поясню вам, скажу, все, что касалось индивидуально, кто в чем, какие-то вопросы, там есть следственные органы и административные органы. Они будут разбираться. Для же по уголовному процессу, правильно? Ну, конечно, там есть климин, там много вопросов. Давайте этот вопрос не будем поднимать. Хорошо? Скажите просто как бы желающие. Поэтому я сейчас даю информацию, Сергей Владимирович, я даю информацию для того, чтобы СМИ понимали, понимали, Сергей Владимирович, пожалуйста, прошу вас. Давайте, закон, я сейчас говорю о 76-м федеральном законе, как он работает за 10 лет. Поэтому возникающиеся вопросы, их возможность решить в рамках ОНК всегда была и есть. Дальше. Совет ОНК. Совет ОНК, я, как я уже говорил, если в ОНК могут входить люди, люди, которые бывшие сотрудники, бывшие осужденные, но сейчас как бы стал вопрос, и в палате недавно я встречался, я думаю, прислушивается к здравому такому подходу, что бывшие осужденные, которые прошли срок у них определенный, они показали себя, где они находятся, то ли они в общественных, религиозных или правозащитных движениях, или они стоят на преступной дороге. За эти годы, когда у них гасится судимость или снимается судимость, то есть они показывают себя, куда они идут. И естественно, у кого снята судимость или погашена, они проходят в ОНК согласно закону, который прописан, что так же могут быть. Было много споров на эту тему в общественной палате России. Были предлагали, что давайте уберем и тех, и силовиков, и больших осужденных. Я лично настаивал и слава Богу, как бы прислушались, что должны быть и те, и другие. Но сейчас практика показывает, что бывших сотрудникам нужно тоже давать какое-то определенное время, чтобы они себя могли уже, как бы, выйти из системы, они могли себя показать, как общественники, как религиозники, хотя бы и правозащитники, хотя бы немножко понять со стороны, посмотреть на систему. Потому что и в нашем регионе, и в других регионах есть эта проблема. Люди только вышли из системы, вошли в наблюдательную комиссию, и, естественно, они себя ведут и позиционируют как сотрудники системы. И это печально. То есть как, врачебно? Ну, врачебно наблюдательная комиссия. Не, наоборот, прикрывают. Сергей Владимирович, давайте, вы знаете, о чем я говорю. Работая долгие годы в государственных структурах, которые я всегда не веду на контроле со всех сторон, которые себя не проявили каким-то преступлением, законом и так далее, вы считаете, что они имеют, так скажем, заведомо более слабое... Сергей Владимирович, практика показывает, да, 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 практика показывает, да, в связи с тем, что люди, которые вышли из системы, вот, не все могут быть, я не хочу за всех говорить, но основная масса, они вышли из системы, но они не оторвались от системы. Войдя в наблюдательную комиссию, идет укрывательство, систему СИН. Нет, я сейчас говорю за УФСИН. Но это же госорган? Да, госорган, да, Сергей Владимирович. Это нехоя несчастная лавочка. Ну, правильно. Это те люди, которые пишут за прочих указаний. Давайте, я сейчас, я сказал, вы сами потом можете задать вопрос. Люди, которые вышли из системы, они есть люди, которые искренне хотят помогать системе, хотят искренне помогать. Но, как вот показала практика, что большинство людей, которые приходят в наблюдательную комиссию, они заявляют о своих требованиях, что они пришли защищать права именно сотрудников. Но, когда им начинают объяснять, что закон-то все-таки дан не для этих целей, вот это становится камнем преткновения и конфликтные такие возникают ситуации. Поэтому, я не буду дальше объяснять. Примеры, как-то можете просто сказать? Я уже сказал, есть примеры, но они сейчас, я не могу их назвать, только по одной простой причине. Сергей Владимирович, Сергей Владимирович, по конкретнее, потому что 76-й год, я уже сказал, даже если это не больше сотрудник, он на 99% присвящен лицам защитных законов учреждения. Отношения к сотрудникам никакого не имеет. Но тем не менее, тем не менее, есть те, которые... Это 1%? А большинство больше сколько? Какие-то сотрудники, которые... Ну, как правило, вот сейчас... Вот это непонятно, в принципе. Ну, вот там, где превалируют... Вот... Там, где вошлись сотрудники, которые уволились и... Ну, сейчас про что мы говорим, что вы говорите? Ну, вы кого назвать хотели, чтобы я... Нет, вы говорили... Нет, назвать нечислено. Сотрудники УФСМ, большинство из них, сколько большинства, вот у нас сейчас в общественной комиссии вот сколько их? 10-15, большинство? Ну, я не знаю, 2 или 3 человека делали. 2 или 3 человека, большинство, они повлияли на... Ну, не то, что повлияли, но пытались это делать, пытались влиять, пытались укрывать. Также было естественное поведение, поведение было несоответственно. Такое, понимаете? Ну, все было. Что говорить? Ну, они просто пассивно и лояльно били. Не контроль осуществляли, а просто пассивно работу. Заместитель председателя Совета НК, Станислав Леонидович, мы не говорим сейчас фамилии, ничего. У нас это зафиксировано, Сергей Владимирович, и видео зафиксировано, материалы, и письменно зафиксировано, поэтому мы как бы объясняли, тоже не давали как бы никаких вопросов, но когда возникли вот такие, ну, как бы, ну, клевета, ложь, ну, как бы, ну, знаешь, сами понимаете, поэтому мы решили, пусть лучше следственные органы, они разберутся с этими делами, и они дадут правовой отсыл. Вот так мы пошли. Клевета, ложь, это уже в отношениях, во взаимоотношениях? Это и в взаимоотношениях, и на высокопоставленных, Сергей Владимирович, это еще и на высокопоставленных людей. Мы сейчас вроде говорили не о взаимоотношениях между сотрудниками ОНК и... Нет, нет, это ОНК, общественная кола, это все. Это выполняют свои функции сотрудники ОНК. Да, да. Вот, поэтому, как бы, и вопросы вот эти вот возникшиеся, они не могли бы они возникнуть, если бы только по одной простой причине. Могли бы правильно изучать закон, знать устав Совета Наблюдательной комиссии, понимать, для чего вы туда вошли, и зачем вы вошли в Наблюдательную комиссию, вы понимаете? То есть самый важный вопрос, зачем? Вот, если вы пришли, как правозащитники, но право защищать вам давно, защищайте права тех людей, которые защищены этим законом. Вот такая вот у нас, как бы, сложилась, как бы, вот такое, знаете, за 10 лет действия закона, и в нашем регионе это все работало, и, слава Богу, все было нормально. Возникающиеся вопросы мы всегда находили и конструктивно решали их на уровне тех ведомств, которыми это возникали вопросы. И мы находили, с прокуратурой, с другими структурами, находили понимание и так далее. Вот, в прошлом году взяли члена ВНК, в УФСИНе, три часа продержали, за то, что они зашли туда с диктофоном. Ну, они имели право заходить, но кому-то из руководства УФСИНа не понравилось, и они решили вот так вот создать такую вот нехорошую обстановку. Потом там выявились, там еще другие вопросы, но начали меняться, пришел новый начальник, сменили помощника начальника управления, поставили другого, начали снова адекватно выстраивать отношения. То есть, есть еще и человеческий фактор, и мы тоже это понимаем. Когда мы говорили, говорили о том, что люди, которые приходят в наблюдательную комиссию, ну, пусть они скажут, для чего они туда приходят. Дальше вот, СМИ. Мне бы хотелось, чтобы СМИ то же самое, вот участвовали в этих наблюдательных проверках. Дальше, могли бы объективно рассказывать людям, рассказывать обществу, что есть такой закон. У нас заграничные приезжают, у нас удивляются, что могут заходить, проверять там, и бывшие осужденные, и бывшие сотрудники, заходят, проверяют, и смотрят, уже там не будет обмана, когда идет и такой, и такой человек. Уже там не будет левых движений. Как у нас были там, вот и вы зашли, пришли, оценку написали, так, член УНК пишет, УСИН нам оценку дал отлично. Ну, понимаете, ну, такие вещи, это безграмотность, безданность человека, который это все это пишет. Вы понимаете, Сергей Владимирович, о чем я говорю? А в плане оказания помощи, как год? Конечно, нужно. Нужно. Нужно оказывать. Но у нас, я не без привлечения, Павел Владимирович, скажите, пожалуйста, за этот год, сколько оказано помощь членами Совета УНК? Ну, а какой он так приблизительно, если финансово он так выразит? Нет, нет, я не имею методическую. Конечно. Мы проводили, Сергей Владимирович, я отвечу вам, мы проводили, и дальше я предложил сейчас новому начальнику управления, мы готовы провести с членами УНК, службами, оперативной, режимной, воспитательной службы, провести тематические такие семинары по обучению, по взаимодействию, по всем. Мы проводили, у нас две структуры, по безопасности оперативной были, и воспитательной. Мы проводили, я не знаю, сейчас он работает, центр подготовки с младшим инспектором, я не знаю, готовит, нет, на левом берегу работает он. Вот, мы там, мы там проводили, мы приглашали тренеров, сами проводили, вы понимаете, мы участвуем в какие-то там встречи для того, чтобы и УНК, и сотрудники УСИНа, МВД, чтобы они не видели друг друга врага, понимаете, чтобы они видели. Но, как вы сейчас сказали, этот ляг, да, который написал сотрудник БОНК, этот ляг, он, как вы считаете, почему был так написан? Потому что, безграмотность, безграмотность, мало опытный, вы его не научили. Правильно, да и дело, Душа Сергея Владимирович, Сергей Владимирович, я должен, кто-то печаль за своих политических БОНК, надо научить. Сергей Владимирович, вот послушайте, я вам скажу прямо, было предоставлено информация всем членам УНК, правильность заполнения актов, проверки и так далее. Дальше, проводились семинары, обучались на семинарах. Дальше, я говорю, кто не понимает, я готов в любое время дня и ночи дать консультацию, потому что, ну, вы понимаете, у меня опыт есть, и я обучен к этому, я готов помогать. Но они, понимаете, кто хочет, кто хочет, кто хочет, они, люди, это звонят мне и спрашивают. С этой лекарствой бесплатная, с этой лекарствой очень важная, с этой лекарствой очень значимая. Вот, у вас, на вашей площадке, мы неоднократно проводили то же самое, и обучение, и видеоконференции проводили с Палатой России. Я думаю, большой, если он придат кому-то, из-за такого ляда, если он был, я думаю, он все-таки, нашел ребят, влачение, почему-то, ну, с этой лекарствой, дать им, вы же понимаете, пришел человек, и тут следом проверяют, и тут следом проверяют за ними, за этими людьми, да, находят серьезные нарушения, ну, как, как понимать. То есть, эти члены УНК написали, акцию вот так подписались, и УФСИН, начальник этого подразделения, УФСИН здесь при чем? Нет, да я не о вас, ну, звучит УФСИН, УФСИН, член, член, член УНК пишет. А с теми, что сняли закон, а конкретно, о лицах, которые состоят, членами общественной дательной комиссии. Вот в чем вопрос. Я просто не помечаю, они же проверяют УФСИН, и когда они пишут, что УФСИН проверяют, они не проверяли УФСИН? Нет, УФСИН не было, не было такого. Единственное было, УФСИН, когда приехали, вот, члены УНК себя, не вели себя, ну, ладно, это чисто внутренний УНК, они там разберутся. Я об этом и говорю, это чисто внутренний УНК. Поэтому, цель все-таки такая, что, дайте информацию, чтобы все-таки и провести, может, определенное какое-то совещание с участием тех ведомств, которые именно в рамках 76-го федерального закона, взаимодействуют или участвуют, или подлежат проверку. И чем больше мы будем объяснять и рассказывать, мы же тоже понимаем, что в системах, которые подлежат проверке, проходит ротация. Люди меняются, руководство меняется. Мы вот недавно подняли, в РУДы, Анатолий Анатольевич, задали тоже вопрос в Палате России. Но почему так долго руководители территориальных органов назначаются? Ведь за это время мы же тоже видим, что и сотрудники тоже имеют как бы немножко поведение меняется, и контингент меняется, поведение. Мы видим, что это связывает. Ну да. Анатолий Анатольевич, а вот скажи, смотрите, в плане 76-го закона обратная связь. То есть, вот как я понимаю, да? контекстная организация, которая имеет полномочия, выгибает. Да. Индидиада, да? После этого, как бы, самая организация, как она по закону или вообще осуществляет мониторинг, как кандидата, который там выдвинул в исполнение своей обязанности. Ну, первое. Второе, получается, с другой стороны, в стильшем законе есть ли какие-то полномочия самого Боинка в наслуженном предотвращении? Есть, есть. Именно в самом... Есть, есть. Да, я сейчас объясню. Первое. Объединение, которое выдвинуло царево Владимирович, оно, мы всем, кто это самослушает, во-первых, если она видит ненадлежащее исполнение или же неправильное поведение и так далее. То есть, на практике она имеет право отозвать... Нет, нет, нет. На практике как она видит ненадлежащее исполнение? Она занимается хотятой. Ну, смотрите. По закону, она финансировать не обязана, не должно. Нет, по закону она обязана. Здесь прописано, что поддерживать должны объединения. Ну, какой-то формы поддерживать. Поддерживать какой-то формы. Нет, это связано с посещением. Я не говорю. Сергей Владимирович, можно я отвечу? Вы сейчас просто муртем, мы так временем интересуем. Первое, что есть полномочия, полномочия, и, естественно, в ОНК есть представители, натуральные представители тех объединений, которые выдвигают. И они, естественно, они видят, кто как работает в ОНК. Ну, не все, но есть те... Сергей Владимирович, я еще раз говорю. У нас, у нас, вот те объединения, которые выдвигали, они имеют контакт. Они имеют контакт с ОНК, понимаете? И они узнают и так далее. Они могут принимать и так далее. Видят, что где происходит. Они мониторят за этим. Второй момент, можно я сейчас скажу? Это раз. То есть, имеют право выдвинуть, имеют право отозвать. Это факт. Вопросов нет. Но, есть определенные кодексы этики, согласно которому поведение не соответствует кодексе этики. Я уже перечислял вначале. Это раз. Второе. Если... А, другая вещь. Я не совсем понимаю. То есть, ОНК работает с теми общественными организациями, которые выдвигают. Ну, конечно. Вот. То есть, если, допустим, члены воинка считают, ну, попадаемые части будут считать, что кто-то лицует, коллег, работает неэффективно, то в них пойдет... Сейчас я пойду... Можно я сейчас скажу? Я вам сейчас поясню. Сергей Владимирович, подождите. Подождите. Они первые общественные организации, которые выдвинулись. Да, есть такой метод. да, да, да. Есть такой метод. По другому возможно. Смотрите, чуть-чуть, как бы еще раз хочу просто вас пояснить правильно. Первое, это объединение, объединение. Они и сами могут это делать без ОНК, чтобы вы понимали. Второе. Что делать? Могут быть... Получить информацию. Да, получить информацию, которую они выдвинули. Если он неадекватно что-то ведет и оно выходит за пределы, все отпечатки, отпечатки негатива ложатся на эту организацию. Вы поняли, о чем это? Поэтому, если человек вынес это что-то в публичное пространство, то ни одному руководителю, объединения или организации естественно это не нужно. И он принимает решение. Принимает решение самостоятельно. есть коллегаевные поводы. А если они не поинтересовались какое-то время? Ну, почему не поинтересовались? А если они поинтересовались? Нет, хорошо. Сергей Владимирович, ну мы сейчас не о том говорим. Вы сейчас говорите, есть ли БДКБ? Есть четкое про этот порядок, как могут отозвать и как выдвинуть. Они прописаны в законе. Второй момент. Сергей Владимирович, Сергей Владимирович, ну, может вы им дадите информацию? Откуда я знаю? Нет. Может Сергей, Павел Анатольевич даст информацию? Вот мы сейчас запросили, как работают члены ОНК, в УФСИНИ, в МВД, как посещают? И дают информацию, как они посещают, как ведут, как и что. Также они имеют право, как объединение, запросить, не ОНК, а могут запросить любой другой орган. Вы поймите, ну это же юридическая структура. Второе. ОНК. ОНК коллегиально принимает решения, решения по любому члену ОНК. Это раз. Если в течение трех месяцев человек не посещал, если посещал, то есть там разные моменты, разные там есть, на основании 76-го федерального закона, то есть они могут принимать решения. Все. Это есть ОНК. Они принимают решения, были случаи, когда вот сейчас у нас там происходит отзыв двух кандидатов у членов ОНК, и там вопрос, немножко там эти вынесли, там шум подняли, но решение приняла ОНК. И это решение, оно будет являться основанием. Основанием, да. Даже, даже объединение здесь уже не нужно. По рассмотрению. Да. То есть не только общественная организация, но и... Ну, поэтому сделали это под видеозапись, под все документы, все требования общественной палаты и комиссии по безопасности были выполнены в тех объемах, которые Мария Валерьевна поднимала и которые мы там объяснили и сказали. Еще раз вопрос. Такой небольшой тоже поэтому то, что сейчас сказали, Мария Валерьевна, да? Поскольку я знаю, она прощалась с предотка вот, вот она и ты. С предложением привозить все заинтересованные стороны. Заинтересованными сторонами по всей видимости являлись и общественные организации, которые видны предложения на Сочи. Нет, это же не так было. Там было члены ВНК, всех членов ВНК, даже тех, которые в конфликтной ситуации находятся, их председатель ВНК уведомлено всех письменно, письменно все подтвердили. Потом они в интернете все смотрим в это, в это, Владислав, где прописано там все, в этих переписках, все есть, все сохранено, все задокументировано, все. Все члены ВНК? Всех, всех. Единственный один был только за пределами России, но он не один был, там еще был один, который не могли, но мы не могли, потому что есть закон, то есть уведомляются все, присутствует, сколько присутствует, и большинство решения принимает... это под каждую ситуацию непосредственно человек. Сегодня вы за границей, завтра еще кто-то. А те организации, которые подобрались за досрочным прекращением полномочий, вы это приглашали? конечно. Да. А вот, допустим, информация поступила в правиле время, что обратился в полномочий, поставить информацию по жалобам, поступившим в полномочий. Ну, во-первых, я можно пояснить, что я понял. Я читал это обращение, которое было написано членами ОНК, вот, о той клевете и лжи, которые минуту... Я читал все дела, дайте договорю, подождите. Я прочитал это, коллеги тоже читали, знают, все, что там было написано, полномоченный по правам человека подписывает и направляет секретарем. Правильно. Сразу неправильно говорили, вы перебили вы меня первым, но я читал обращение, обращение. Я могу предоставить вам этот документ. Оно у меня здесь. Ну, так она писала туда, для того, вместо того, что подождите, дайте это вы. Обратился, запрос с ОНК. Вы не говорите, о чем мы говорили, уполномоченный обратился с запросом. Это принципиальный момент, который, на то есть, сейчас фиксируется, документируется. Я, конечно, если это будет избирательство, так я вам приснилась, официанты шла, уполномоченный в рамках просмотрения обращения к граждан в черных лунка обратился в общественную палату, в секретную общественную палату подъявил с просьбой предоставить соответствующую информацию, с приложением, с приложением копий этих жалоб. Все. Хорошо, вы все слышали? Все сказали? Я услышал? Смотрите, я был в общественной палате, мне вручили вот то, что направили, было написано оппонентами, или как назвать, я не знаю. Вы нечислилзиники. И, дайте, вы, если услышал вас, было подписано полномоченным, направлено туда, но, есть одно но, я уже говорил, и сейчас повторюсь, если бы полномоченная нашего региона была заинтересована в том, чтобы разобраться в этом конфликте, который произошел в ВНК, не надо направлять палату России, она могла бы предложение внести, пригласить членов наблюдательной комиссии, минуту, собраться и поговорить. Если она является инициатором выдвижения Шестунова, еще кого-то, я не знаю, выдвигала она, мы это, тоже знаем, значит, она могла бы просто-напросто у себя на площадке, где угодно, собрать членов ВНК и выслушать, выслушать их доводы, их объяснения, не ввязывая здесь, не втягивая общественную палату России. Но этого, увы, не было сделано. И мы считаем это неправильно. И это было заслушано и на УНК, и на Совете, мы считаем, что это неправильно, потому что могли бы этот вопрос разрешить на месте. Те люди, которые написали в разный веер, запустили вот своих этих непонятных мыслей, может, обострение осеннее у них, я не знаю, но они запустили для чего? Чтобы поднять ажиотаж, скандал поднять, когда убрать национальных, убрать там всех, вы понимаете, все зафиксировано. Такие заявления делают люди, которые не понимают, где они находятся и что они делают. Поэтому мы всегда говорили и говорим, у нас были конфликтные ситуации за три периода моего существования, когда я был председателем. Они решались, но они решались коллегиально. Понимаете, они садились, мы говорили, есть проблемы, есть, будешь дальше заниматься, нет, не будут. Спокойно, с миром расставались. Почему? Потому что в наблюдательной комиссии деньги никто не платит. И естественно, люди сюда идут добровольно. Но извините, я пришел добровольно заниматься, оказывать помощь, а какой-то пришел создавать конфликтные ситуации. Извините, хватает очень много зла вокруг нас. Поэтому лучше в мире, в согласии быть. А кто-то не хочет, ну сдай мандат, иди занимайся, выращивая огурцы и помидоры. Никто же тебе не запрещает. Правильно? Вы сказали. Да. Смотрите. У полномоченного регионального есть свои компетенции, определенные за годом 66 в 2060 году. В рамках своих полномочий он написал запрос общественного права. Ту организацию, которая принимает решения по вашим предшествующим предложениям именно та структура, которая имеет прямое отношение, переведеншее и прямое решение. Если бы это было сделано, не это сделано, если бы вопрос отношения срономочек решался до управления общественного права, то есть до принятия процессуциального решения. Это, естественно, возможно противопротивление в нашем региональном более. Если бы мы об этом установили, если бы вы не заявили, а выкроем протесты за помощью советом и так далее. Соответственно, так сказать. Но это уже не было сделано. Обратились заявители, которые сказали нас, общественная палата, по инициативе собирается прощать полномочий. Поэтому против с общественной палат заключения информации не больше и не меньше потребителей. Сергей Владимирович, можно я сейчас хочу еще раз? Дело в том, видите, чем это все дело? Что касается рефиминга Шестунов, уполномоченный... Ну, это он так заявил, сказал, меня выдвинул у Шестунов полномоченный, я, мол, типа, вот так. Ну, это его дело, это каждый может сказать, как угодно. Я даже цитату не ситирую всех великих, вам дают. Сергей Владимирович, я сейчас не великий. Зачем мы? Выясняем, почему этот вопрос поднялся. В связи с тем, что мандаты выдают, выдают мандаты и подпись стоит секретаря палаты Российской Федерации. Председатель УНК срезалась с отделом по работе взаимодействия с УНК. Понимаете, это вот вопрос. Когда вопрос подняли и вышло здесь уже вышло в СМИ за пределы вышли те высказывания кривета, ложь и так далее, то руководители объединений связались со мной, с председателем УНК, с другими членами УНК. Вот он, член палаты, Рубин Вячеслав Михайлович, он еще и является членом той организации, которая выдвигала некоторых, понимаете, и начали коллегиально думать, что делать. Согласно закону, сказали нам, пояснили, есть закон, четко регламентирует, как должно в этом случае поступить объединение, которое выдвигало. Все. Если бы не было непонимания в этом отношении, то я согласен, мы бы обратились к вам, или в палате, общественной палате Воронежской области, чтобы они приучаствовали и объяснили. Но в связи с тем, что палата и отдел, который работает в СУНК, они четко дали нам объяснение, что в рамках закона 76-го есть прописаны пункты, статья, где четко говорится, когда объединение может именно все, вы поняли. Поэтому в этом отношении... политику полномоченного и услышал вашу позицию. Вот и все. Поэтому мы бы обратились, если бы было. Но мы, конечно, тоже были немножко удивлены, что уполномоченный вместо того, чтобы здесь рядом с нами разговаривать, направляет туда. Хотя могли бы это все сделать. Я же вам уже с вами так познаю. Служба не поговорила с другой. А те решили не говорить с какой-то, потому что с ними как разговаривать. А суть вообще конфликта от обращения членов и заключения? Ну, суть конфликта. Смотрите, члена ВНК нет, я бы не озвучил вот это. Я бы, пускай, заместители председателя ВНК скажут вам и обозначат эту суть. Там это внутри было. Хотя я был участником, но я не хочу это комментирую. Нет, это не закрытая тема, но это еще раз говорю. Давайте мы сейчас здесь, для демон мы сделаем. Дмитрий вас зовут, А, давайте мы этот вопрос, я уже повторяться не хочу, это внутренний вопрос, вы можете задать это как председателю, так и заместителям председателя, понимаете, нет, которые сегодня они просто не получены. Нет, не помню. Я прошу оставить разговор, Игорь Федорович, вы обещали, нет, сомнение. Здесь еще коллеги, пожалуйста, по поводу Вячеслава Михайловича, ваше, ваше, это слово по работе ВНК. Что я хочу сказать, я два срока как председателя. Ну, за то время, как я работал, наша комиссия будет лучше в Российской Федерации, лучше в Российской Федерации. Даже было, мы как-то были в общественном палате России, мы собирали вот по этому вопросу людей все, выступал генерал, начальник управления из Министерства внутренних дел, он сказал, что единственная область Российской Федерации где у общественной наблюдательной комиссии налажены прекраснейшие деловые отношения с Курсиновым, МВД и прокуратурой. Потом, когда мы вышли на перерет, нам подошел первый заместитель прокурора Российской Федерации. Бокс-боксмана, да. Да, подошел. Ребят, что, правда? Мы работаем в контакте, все, выезжаем, предупреждаем, с нами обязательно ездят в помощник, все вопросы, которые возникают, мы решаем в рабочем порядке, без всяких проблем. Вот сейчас, что случилось, я просто, 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 я думаю, разберусь. Дело в том, что у нас, даже как только закон приняли, мандаты получили, прям, был старший помощник пришлось им. Сейчас это, давайте. Да, я все, я закончу. Дело в чем, сейчас, вот о чем мы сейчас говорим, это же не про действия, это делаем в основном с вами слово, которое касается ваших действий, как членов общественных не ваших, а Наталья Викторовна, как председателя замок и членов ОНК, они для осуществления общественного контроля не ставки не их на содержание, правильно? Вот. Поэтому, вот то, что сейчас, вот о чем мы говорим, это как внутреннее дело, членов общественной деятельной комиссии, согласны? Это, во-первых, с того, что я хотел бы сказать, во-вторых, ну вот, я для себя пометил в своем вопросе, из 7-6 звучало в 7, в 7, в 7, в 7. Вы начали с 7-6 законы, это лучше, с того, что в местах люди сержали, они назвали тот, тот, тот. Я так понимаю, сейчас вы усиливаете только из-за того, что ЕС-1 в форме сижу? Нет. Я вот так, что... Молодец, вот в августе месяце, когда в Совете Президента уезжал с Эдотов на подъеду метропов вместе с Абдущим, он сказал, что вы присутствовали, да, он сказал хорошие слова, он выбрал 3 сложных учреждения, которые бы он поспит, да, вместе с ним, в Абдущим, он сказал, сотрудник, я увижу, я же уверен, знает на мотивную базу, проугад профессиональную жизнь, что касается сужденных, что касается последствий, то же самое, ну, вызывают незабоченность, материальные, да, мы только как по всей стране, такие моменты, но слава богу, что за этот период, говорит, не было никаких таких моментов, где я могу сейчас о чем-то раздуметь, ведь это тоже какой-то хороший... вы же знаете, вы отметили и у НК, работу у НК, Федотов, и Бабушкин, и взаимодействие. Я же не говорю про работа в СИН, я говорю про нашу совместную работу по собранию правчайки, я как поможет начальник управления по собранию правчайки, я решил это сразу как-то занести, я считаю, что это правда, а то, что вот сейчас как-то получается, ну, вы его мне не знаете, я уже говорил, мы уже будем решать внутри, внутри общественной комиссии, я с вопросом с вами согласен, это маленькая, поэтому, что касается, вот здесь звучало, как бы мне непонятно, только из-за того, что вот прессы здесь присутствуют, они могут неправильно понять. Один из членов УНК записал на диплом обучающий семинар и передался от меня там в СИН. Я не вижу, в этом могу необходимость передавать, потому что я как помощник присутствовал на этом семинаре и нужды записывать, могли бы меня спросить, я мог бы пояснить. и то же самое здесь, неправильно составил акт, ну, это же не сотрудник СИНа вовру составил акт. Да нет, Павел, на точку уже, просто касается, вы поймите, у вас контингент, у вас 6 тысяч, у нас же, контингент 6 с лишним тысяч сидят, но они же сидят, у вас, на долгосрочные периоды, поэтому и в СИН, он больше попадает, как бы, под такие вот моменты. Если в МВД, там, отсидел он в сроке, вышел оттуда, или же там спецшкола, ну, что у нас, она классная. Если 76-го, она не распространяется, на 1 час, на 30, на 3 года, я про это живу. Если 76-го, федеральный закон, надо было пригласить, с ГОВД, СФДС, ГОВА. А сейчас получается, как бы, это какой-то разбор полетов, надо улучшить их силы. На самом деле, все улучшения, обученные, это касались силы, и указанности. Слава, согласен, я за работу МК, и за советую МК, вот это было сказано, и Палата России, но они разбор, про то, что как усилия, что усилия. Павел Анатольевич, я ничего не говорил. Я говорил, за действия членов МК. Вот, сейчас вот по совету МК, я попрошу Геннадия Суфьяновича, и Старислав Леонидовича, отрестать. Значит, вот, за это время, как я работаю, приведен в связи МК, я пытаюсь записать для совета, посещать открытое учреждение, и работая на Федеральной Экосослужбе РФ, я пришел по своей воле, никто мне что не спасен, никакие спецслужбы, никто не рекомендовали, как говорят, да. Я генерал Экологической Федерации, являюсь одним депутатом федеральной структуры в области, у меня транс-тища объектов, контроль надзора, начиная на станции, и заканчивая те же ФСИН, и другие, значит, предприятия, вот, федеральные экологические надзоры. Ну, мы как-то взаимодействовали, как бы, нормально, все, и вот я взаимодействуем, значит, и полномоченности, не отметим, значит, у нас очень приятные отношения, как бы, со всеми структурами у нас соглашения подписаны, сотрудничества, потому что у нас структуры, которые, экологический запас, во время войны будет работать экологический запас, если, не дай бог, и химические войска, больше никакого остальных только не поступают. И вот сегодня, когда я, как бы, сегодня, я узнал про конфликт, вот, три комиссии, конечно, я зацеровал, и правец, посреди Владимировича, и Павел Олеговича, и Анатолий Вечерин, что надо было, конечно, это все в семье, это, конечно, было все вместе между нами, собраться, поговорить, там, кого-то поругать, кто похвалить, кто прав, кто не прав. Конечно, вот, мы говорим, что написал, оценку, пятерку, дала все. Да вы знаете, безграмотность, это бестолковость, я вот говорю, как руководить трассотного коллектива, безграмотность, либо, либо, не знаю, подхалимство, ну, как-то, как, ну, как вот, я проверяю там на станцию, но мне дать оценку, хорошо или плохо, а где я даю оценку, какая у них, будет ли, не дай бог, у них вторая Чернобыльская, или не будет, или там, проверяю, гаражи, воды, где они дели масла, шины, аккумуляторы, сдали или закопали, и также другие предприятия, там, авиационные, или там, КВХ, или мехзавод, как они мне могут давать, значит, какие-то оценки, это неправильно, ну, я надеюсь, коллеги, что это должно решиться, как бы, все мирно, нормально, и, естественно, конечно, впредь, чтобы это не повторялось, хотелось бы, если бы я не знал бы ранее, я бы, как бы, тот, в этой ситуации, в Нилу, как бы, начал общаться, мы с теми, с Владимиром, с теми товарищами, которые были недовольны, ну, это человек с фактой, кто-то недовольный, кто-то, кто-то так, можно было переговорить, можно было как-то убедить, ну, в речах вот, натворили, натворили, как было, да, и не очень приятно, конечно, неприятно, я вникаю, в ту или другую ситуацию, вот, всегда надо разбираться, выслушать одну, вторую сторону, это объективно, это, как юрист говорит, как руководитель, как товарищ, хотелось бы нормального взаимодействия со всеми структурами и правильно сказал Павалевич, что на будущее надо приглашать не только у всех, а надо всех, кого мы контролируем, надзираем или проверяем и взаимодействуем, да, мягко сказать, надо и всех пригласить, пригласить, и как раз будет и нам, коллегам, приятно, да, выслушать, и они друг друга посмотрят, и может что-то и спросить. Вот, принято решение, на 6-й седьмой, да, я же не буду спрашивать с Уфсиной, или там, есть дежурная часть, там, 5-го отдела, там, УМВД, в городе Воронеже, я же не буду спрашивать, а когда не были, мы могли бы спросить вот здесь, как бы, совместно. И поэтому, это не только, значит, упущение Анатолия Евгеньевна, наше заместитель упущения, упущение, значит, коллектива, мы должны, как бы, это планировать, и председатель все это, как бы, давать, напоминать и говорить, а не то, что вот, Анатолий Евгеньевич пригласил, не пригласил, а он, мы почетные заместители, нет, неправильно, каждый должен выполнять свою задачу, и правильно сказать, если получил пост, заместитель, член совета, выполнение, получил пост, значит, ВОНК, тоже-то работаете, а, как вы сказали, она общественная, не платит, а зачем тогда, уставу, зачем тогда тут бой не идет, зачем, я нахожусь в пяти коллегиях силовых, в области, и федеральных, меня включили, я сказал, я буду работать, я там не воюю, я работаю, в одно я вышел, я говорю, что я не могу, я не справляюсь, меня с трудом не освободили, я бы могло там воевать, зачем, надо, человек должен, себя, взвешенность справляется, значит, он должен выполнить, не справляется, надо мирно и спокойно, вот, как бы это, никому не упрек, это я имею о себе говорю, а другим, послушаю, и тогда будет мирно и спокойно, и я уважаю здесь всех присутствующих, и которые есть, и которые отсутствуют, я согласен к мирному диалогу, у меня большой опыт работы, и на государственных, и на общественных, и на политических, был и помощником, значит, в Госдуму, в администрации президента, был доверен лицом кандидатов в президенты, в штаб, поэтому у него сработа большое, завоевываться со всеми целыми структурами, с естественными, с ведомствами, вот, знает приказанная, с их руководством, я напрямую с Москвой, чуть не каждый день взаимодействую, это для того, чтобы, вот как бы, хочется, ну, так получается, и поставить руководство, интересовый статус, я говорю, здесь, слава богу, все нормально, пока нормально, будут вопросы, мы тогда обратимся за поддержкой, за взаимопониманием, поэтому, дорогие коллеги и друзья, я бы хотел плодотворное сотрудничество, понимание, вот спасибо, что Сергей Владимирович пришел, значит, представляет тоже серьезную организацию, как бы, вникает, да, я надеюсь, я надеюсь, что он пришел именно поддержать, как бы, помочь, а не просто, как бы, вникнув в ситуацию, не будет конфликтов, я надеюсь, что вы, если не будет, у Малахова, на все время, я буду с вами взаимодействовать, я знаю, кто-то Дмитриев, мы с ней дружим уже многие-многие годы, и общаемся, взаимодействуем, она к нам обращалась, мы ей давали ответ по тем или иным вопросам, что касалось экологической опасности, жалобы были, вы ее объясняли, вы знаете, не я так ступен, Викторович проходил, поэтому у нас есть инструкция, со всеми структурами мы работаем, взаимодействуем, без пресса, и Зима, Риченко, со всеми мы работаем, надеемся, что у нас будет нормальное, плодотворное, значит, сотрудничество. Спасибо, спасибо. Благословит вас всех, Господь. Аминь. А Станислав Леонидович, вы как, я Станислав Леонидович, заместитель председателя, и он сейчас единственный, кто приехал с района, с Борисоглебского, вот, потому что он уже несколько лет в Совете УНК, участвовал, воился как специалист, и там он помогает УФСИНу, да, и ВОД, там на месте, мы как бы территориально хотели, извините, очень гордо, территориально хотели по региону, по региону, чтобы в разных регионах, там, где есть, особенно такие, УФСИНовские места решения свободы, чтобы там были члены УНК, по два человека, ну, как-то вот подавали, мы списки, как-то он не прошел, еще кто-то шел, тогда еще один, вот, ну, я надеюсь, Бог, да, сейчас, только как, в связи с последними событиями, вообще в России, я думаю, как-то палата начнет более, наверное, тщательно подходить к этим вот рекомендациям, предложениям, и формированию членов УНК. Сергей Владимирович, ну, я также являюсь, сегодня на сайте, юрист России, по Воронежской области, как, предварительство на Ревалу или Воронежской, то есть, когда надо лучше, выгналить, когда выгналить, в районе, 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 в районе. Ну, а даже при любых, и взросе, как Вы, если она обращается, когда раз, мы обращаемся в прокуратуру, и я, и нарывемся, будем сейчас на карту, юриспица такова, что прокуратура, опять, в скоршем уровне, где происходит конфликт, сбрасывает информацию, жалобу, и она внутри себя разбирается, выдает итог, и прокуратура потом принимает действие. Потому что вот когда это шло Виталий Евгеньевич расслаб, ну это некрасиво, должны были сбросить сюда директивы, здесь разобрались с своим советом, членством и приняли бы решение, что достойно, что недостойно, общественности и так далее. Потому что, сами все понимаете, организация, она достаточно такая сложная и в конфликты с органами власти определенные, чтобы защитить граждан и осуждены достаточно эффективно. Второй вопрос, это проводить взаимодействие с сотрудниками УФСИНа, МВД, МВД и так далее. В принципе, вот, да, я больше двух лет, я здесь представитель МНК, я понял, что, конечно, Анатолий Евгеньевич, председатель МНК, никаких требований, никаких там рамок, сколько нужно составить, никаких рапортных докладов не было. Здесь наша положительная работа, эффект окончательно, является тому, что, когда приезжаешь повторно осуществлять контроль, то там полное взаимодействие, гражданские отношения, ни одного нарушения нет в изоляторе, в колонии, есть предвидительное содержание. То есть, у нас уже такой был положительный техник, не как у сотрудников, в ДИКДД, там, Волон, Волон, Павловский, главный наработатель. У нас, наоборот, под этим, в председенте обращения нет, иначе все выполнены положительную работу. Соответственно, когда нет вопроса или конфликта, сурок и другого, вам говорят, неизвестно о чем. Третий вопрос, вопрос юридической клиники. Опять-таки, это то же самое, что касается нашего развития общества. Значит, опять-таки, исходя из моей практики, юридическая семья занялась приемом проживания в общественном приеме Ассоциации в России. и в паспортах общественной России, в Советском районе. Соответственно, лист, который только что освободился, приходит с таким же вопросом, который могли бы, наверное, разъяснить, если бы почаще могли встречаться, но это как-то осуждение. То есть, как социально себя здесь увидеть в этом обществе и куда обратиться, как с паспортом, без паспорта, как трудоустройство, судебно-следство. Естественно, бывают такие фразы, что я сейчас, если не достучу этого органа, я пойду его завалю. То есть, опять-таки, такая же наша и ваша сотрудничества Уксина причина проблем. То есть, мы в свое время, когда он осужден был, мне донесили до него, что жизнь намного проще стоит, и не нужно никого валить, чтобы получить какую-то бумажку, чтобы он получить, может, как встает. Ну, это не все. Хотелось бы общей хорошей работы и все сейчас на хорошей городе. Спасибо. Получается, как бы, на кресле, на кресле, в принципе, тридцать. Как вот, если бы разобрать? Ну, у юридической клиники, я думаю, проблем никакой ни у кого нет, тем более, у нас, у нас, последствия, потому что отдел по аспектной работе сейчас еще и социальная включена, называется, обсловывается, с обращенным. Мы вот заключили договора, и к ним приезжают, если они подрисовываются, это расплата, целая комиссия, и 12 человек, это и соцзащита, и все, что можно. Да, да, все они приезжают. Ну, там чуть-чуть, думаешь, что у нас опять проехали. Построй у них меньше, то есть информацию. Если мы говорим о покадании бесплатной юридической помощи, то все, там, проблемы. Здесь, Павел Анатольевич, мы как бы столкнулись уже много лет, 18 лет я занимаюсь реабилитацией, освободившись с организацией «Назарей». У нас есть еще одна организация, как Евгений Федорович, Рещиню, который сейчас проводит там, которая реально занимается. То есть две организации, которые реально занимаются оказанием помощи освободившимся. Но почему они туда доступ и есть свободный? Чтобы попасть в социальную службу, они должны быть зарегистрированы по месту пребывания, да, они должны иметь документы, ну и так далее. Там много таких нюансов, которые, вот вы не знаете, поэтому я и говорю. Поэтому то, что вы говорите, то, что, нет, содействие касается общества, мы должны содействовать. Ну, то, что касается там, когда они приходят, то есть создаются вот такие вот, не от того, что там это… Ну, просто есть гороскопы за отбывание наказания. Нет. Ну, они же выходят для членов ВНК и освободившись, они являются также их клиентами, так сказать. Ну, как там написано, в местах, да, видите? Содействие, да. Вот он освободился, там все, в своем шестом прописано даже поддержкой объединением, понимаете, в котором он освободился, он может обратиться с помощью. Там есть проблема где, в ОВД, там, или еще там где-то, и это оказывается плохо. Я вас услышал, я хочу сказать, что в местах решения свободы, когда они отбывают наказание в осужденных, им делают паспорта, они получают образование, и без образования, и без паспорта, и с профессией. Их никто не освободит. Они обязаны это все получать. Я говорю об этом. 100%. Вы говорите правильно. Я вам скажу. А вы говорите про стерилизацию с помощью совгорода. Можно? Пола на точку. Можно. Вы обучаете профессиям, но в связи с проблемой незанятости осужденных, они не могут найти практического применения своим профессиям. Поэтому, выходя на свободу, они сталкиваются, то есть они не знают, как этим перфоратором, извините, грубо пользоваться, понимаете, да, или там дорогостоящим инструментом. Поэтому смотрят на них, на их дипломы. А вот если бы были созданы рабочие места в УФСИНе, да, в системе, чтобы там не 20% занятости было, а 90% занятости было, тогда бы они оттуда выходили спецы. Почему даже раньше, когда люди освобождались с колонии, они имели опыт. Они могли даже в бумажку не иметь вот этот диплом или там аттестат, но они становились за станок и за любую то, что они сделали. Почему тогда в 76-м федеральном законе в 16-й части написано, что общественные бюджетные комиссии должны содействовать в этом? Помогите с лучшими местами? В связи с губернатором была, и на встрече было сказано вопрос. Он говорит, носите предложение, ОНК, носите предложение. Мы будем, давайте, соберем тогда самодепартамент, и сейчас у них там порядочится власть. И мы этот вопрос, мы к нему вернемся, потому что я вам об этом говорил. То есть только огромный плюс, если будут дополнительные рабочие места. То же самое разговаривали, когда он сказал, что нет вопросов, которые нельзя решить в нашем регионе. То есть практически вот этот вопрос, вот этот вопрос. Почему ОНК ограничивают работой только своего региона? Члены ОНК не могут в другой регион пойти с проверкой, и вы это знаете. Чтобы в каждом регионе общественные правозащитные люди, которые вошли туда, могли бы реально на местах оказывать содействие, взаимодействие со всеми структурами. Не говорю. Мы сейчас опять со мной как разговаривать, как будто у нас проблема. Нет, нет, нет ничего. Нет, нет, нет никакой впечатления. Да я на вас смотрю, а на вас что-то заговорил. Возможно, что я высказывала входит, что я высказывала входит. Мы отсылали в ежегодность. Я хочу еще добавить. Я, наоборот, засечь в системе и там weld. Открыт внимание от Устина, да, я не рассказал человеку. Отлетите познавающим. Начал рассказал, Левиндович у нас про ассоциаций юристов в России, я хочу вам повезти. Я с самого начала вхожу в эту ассоциацию, и в Воронеже являюсь членом федеральной. Эта структура была создана при поддержке администрации президента. Она активно работает на выборах администрации президента, принимает граждан, общественность. Ее создал изначально, как здесь возглавил Агивальд Владимирович Харунджий и Владимир Борисович Орлов. Я хожу в руководство данной ассоциации, работаем, взаимодействуем. Туда входят все первые лица области, в том числе силовые структуры, не замы, не помоя, все генералы, представители сюда, прокурор, начальник ФСБ, ГУВД, начальник юстиции, все силовые структуры. Поэтому это очень серьезная организация, люди с юридического образования, люди, которые имеют большой опыт, большой доступ. И сегодня она и гида, и поддержка администрации президента Российской Федерации. Что вы знаете? Есть удостоверение, печать и все такое. Условный образ. Ну, я считаю, что главное не удостоверение сделать. Ну, важно и без удостоверения. Я проинтересовал, что мы работаем, занимаемся. В принципе, на 20 число была директива, у меня опять в Барселевске приемное устройство и для эффекта защиты сильных детей. Можно как бы и в колонию выходить, и как бы и гиды, и ассоциации. Ну, вы подключаетесь? Да, потому что там все вместе, там такие же дети, мы совершенно не находимся. Мы все равно, мы приведем, проводить. То есть вы готовы приехать к Барселевскому? Полный вопрос. Запишите, пожалуйста. Координаты, боссы, мы броски, но другие боссы, чтобы не посолить, чтобы не посолить. Тогда, уважаемые коллеги, вот спасибо за всем, что пришли. Что вы там? Девушка, вы будете? Какой-то вопрос есть у вас? Что вы будете ловить? Хорошо. Спасибо за участие, за всем. И еще раз хочу, чтобы вы все понимали, никто не ищет своего. Давайте искать пользы, пользы всем нам. Потому что и так много нехорошего вообще присутствует вообще. И в СМИ, и везде, в мире вот это все. И хотелось бы, чтобы в нашем регионе, как бы, всегда то, что было, и дальше, чтобы оно продолжалось на добрых, хороших взаимоотношениях. Не прикрывая, не укрывая, а просто помогая системе любой, какой бы то она ни была. Мир, дружба, закон. Да, именно начальное движение должно быть. Все это позволит. Тут же надо между собой. Только добрые отношения побеждают. В семье, то уже... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.